Сегодня торжественный акт подписания. После 7 лет в Екатеринбурге, в областном бюро судмедэкспертизы и 73-х в Уральской земле, останки переданы Санкт-Петербургу. В 18.07 в областном бюро судмедэкспертизы начался торжественный акт передачи. В присутствии членов комиссии огласили протокол о передаче останков. От Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центра судебно-медицинской экспертизы, Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы правительства Свердловской области, Главному церемонии мастеру. Представителей духовенства не было. В историю вошли подписавшие протокол. Цитирую. Александр Авдонина и старшего помощника прокурора области Валентина Волкова. Это он первым принял к производству материал об останках. Мы передали о Георгии Виленбахов. Главный церемоний мастер России принял останки Романовых Николая, Александры, Ольги, Татьяны, Анастасии, Евгения Боткина, Ивана Харитонова, Алоизия Труппа и Анны Демидовой. Всего 11 подписей. Присутствовал на церемонии и губернатор Эдуард Ростель, который в 1991 году с секретным распоряжением под свою ответственность выделил 200 тысяч рублей, потребные на раскопки. Протоколы раздали всем подписавшим. Николай Неволин, начальник областного бюро судмедэкспертизы, ответственный хранитель. Он очень волновался и, наверное, устал больше всех. Он сказал замечательные слова. Сегодня, после напряженных исследований, подписан протокол. Поставлена последняя точка и останки переданы в Санкт-Петербург. Прессу запускали в областное бюро экспертизы на очень краткое время, на 10 минут. Очередь в траурный зал порадовал ливень, хлынувшись с неба. В траурном зале были установлены 9 постаментов, крытых черным бархатом. На них установлены гробы. За ними почетный караул с карабинами Мосиным в руках. Подвои вокруг каждого гроба. Перед каждым постаментом корзины с белыми хризантемами и алыми розами, уитые траурными лентами. Посередине зала красная дорожка. Проемы окон закрыты белыми жалюзи. На каждом гробе табличка. Его императорское величество Николай II Романов. Дата рождения, дата смерти. Гробы дубовые сделаны краснодеревщиками в Санкт-Петербурге. Окантовка и кисти у семьи императора золотые. У четырех верных слуг их гробы стояли по краям серебряные. На гробе государя императора скрещенные сабли. Гробы государя и государыни укрыты были императорскими штандартами, которые привез с собой из Петербурга главный церемониймейстер Георгий Виленбахов. Он отметил, что в ритуале, разработанном в Екатеринбурге, недочетов нет. Практически никаких покровок уже здесь не было, потому что сначала было составлено два церемониала. Один касался Екатеринбурга, другой Петербурга. Затем уже была работа по сведению этих церемониалов и составлению общего церемониала. Это нормально, да, нормальная совместная работа. И насколько это было возможно, учтены традиции и есть определенная преемственность с теми церемониями, которые проходили в прежние времена. Сегодня к двум часам дня завершена кропотливая работа по ревизе останков императора Николая II, членов его семьи и слуг в областном бюро судмедэкспертизы. Да, все в целости после экспертизы в Москве они прибыли в таком же состоянии, в каком туда уезжали. Вы знаете, изменения очень и очень невелики. Практически их нет. Ну, за счет времени, если есть, но то очень и очень маленькие. Практически ничего. Были приняты все меры для их нормальной сохранности, поэтому каких-то изменений заметных там нет. Опечатали гробы, переложили в гробы из этих контейнеров прозрачных, в которых они находились, и все. Вот сейчас будет подписание акта. Гробы уже закрыты, опечатаны, опечатаны, опломбированы вот такими. Что? Ну, кто работники судебно-медицинской экспертизы с участием священнослужителей и комиссии специально.